В Алматы застройщики так называемого «человейника» презентовали обновленный эскиз проекта. Согласно нему, снизится этажность жилого комплекса и уменьшится количество многоэтажек. Представители компании также обещают благоустроить территории бывшего плодоконсервного комбината. Ранее строительство ЖК вызвало большой резонанс среди алматинцев. По их мнению, застройка превышала норматив плотности населения, за что и получила такое название. Аяна Рафина Ригбаева продолжит. На этом огромном участке располагались плодоконсервный комбинат и пластико-перерабатывающий цех. А совсем скоро здесь построят жилой комплекс. А саму территорию облагородят. Тут появится зеленый бульвар для вечерних прогулок, детские площадки и воркаут-зоны. А саму набережную Большой Алматинки обустроят. В планах возведение школы и детсада. Изначально застройщики планировали возвести на участки 57 домов высотой 17 этажей каждый. Однако горожане выступили против строительства, посчитав ее слишком плотной. По мнению активистов, такая застройка сильно загрузит инфраструктуру. В итоге строительство приостановили. И вот сегодня, спустя месяц, девелоперы представили обновленный эскиз живого комплекса. Мы сократили плотность застройки на 45%. Каким образом? Мы сократили количество блоков с 57 до 37. Также сократили количество этажности в некоторых блоках с 17 этажей до 13. Согласно новому эскизу, для возведения жилых домов будет выделено всего 2 гектара из 14. Рядом появятся социальные объекты – поликлиника, аптеки, рестораны, кафе и обширная благоустроенная территория с ландшафтным озеленением. Тем самым застройщики планируют создать более 2,5 тысяч постоянных рабочих мест. С точки зрения развития девелопмента городского, развития обновления жилищного фонда, развития инфраструктуры городской обновлению, это хороший проект. Он находится прямо в центре города. И в центре города у нас появится новая точка, куда можно там, новая точка роста. За счет того, что мы выводим производство за пределы города, мы разгружаем центр города от лишних машин, лишней инфраструктуры. И в городе становится воздух чище. Больше всего общественники рады появлению зеленой зоны. Ее площадь планируют увеличить до 8 гектаров. Девелоперы пообещали ей очистить русло реки Большая Алма-Атинка, провести освещение и установить там скамейки и беседки. Также они добавили, что за сейсмостойкостью зданий будет следить Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры. Площадь озеленения увеличилась. Это тоже очень большая такая победа общественности. То, что результатами вот этих всех обсуждений мы добились того, что создается беспрецедентный такой объект строительства, который сократил по объему квадратных метров, увеличил площадь озеленения. И самый главный аспект того, что они создают за свой счет инфраструктуру. В качестве извинения за доставленное беспокойство застройщики пообещали высадить 24 тысячи деревьев на территории города.